Царю небесный, Утешителю души истины, И жизнь, Денцы, и вся изданьяй, Сотровище, благоримый, Жизнь, Богателю, Приедите лица в нын, И очистины, отсяги, отстрелы, И спаси блажен души, Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Дорогу к храму» и с вами ее ведущий священник Михаил Попов. Традиционно в начале нашей передачи мы переходим к рубрике новостей видновского благочиния. История Георгиевского храма в городе Видном началась в 2006 году, именно тогда был заложен первый камень в его основании. Чуть позже построили здание, на которое возвели кресты и купола. В этом году любимый многими видновчанами храм празднует первый юбилей – 10 лет. Эта дата совпала с другим значимым событием – закладкой Покровского храма в микрорайоне Зеленой аллеи. Так началась история нового храма. Как прошел этот торжественный день, расскажем в нашем первом сюжете. День празднования юбилея Георгиевского храма начался с закладки в микрорайоне Зеленой аллеи первого камня нового Покровского храма. Обряд освящения провел митрополит Крутистский и Коломенский ювеналий. Во время церемонии митрополит ювеналий обратился ко всем присутствующим, вспомнил историю строительства Георгиевского храма, дал на путствие и преподнес подарок храму – икону Пресвятой Богородицы. Чтобы Царица Небесная помогала ему и всем строителям в этом святом благородном деле. На торжестве присутствовали строители храма, местные жители, представители казачьей народной дружины и глава Ленинского района. Деньги будут идти от благотворителя. И у нас есть застройщик, строительная компания МИЦ, которая застраивает данный микрорайон, которая изъявила желание заложить храм. Сегодня владыка перед нами поставил сроки строительства не более двух лет. И я думаю, что я возьму патронат над этим храмом, так же, как и мои предшественники работали над строительством Георгиевского храма. Раньше жители близлежащих домов ходили на службу в Георгиевский храм. Но в скором времени церковь будет находиться в шаговой доступности. Мы очень рады, мы ждали давно этого события. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это один из самых значимых праздников для казаков. Они всегда чтили Покрова Пресвятой Богородицы. Дания событий переместились в Георгиевский храм, в котором прошла праздничная служба в честь десятилетия со дня освящения обители. Храм был построен за рекордные сроки, менее чем за полтора года. Уже в сентябре 2006 года на храме засияли кресты, а открытие его стало одним из главных в жизни верующих нашего города. Как и тогда, божественную литургию возглавил митрополит Ювеналий. И священнослужители, и верующие облачились на службу в праздничной и нарядной одежде. Ведь, как и все десять лет, день рождения Георгиевского храма – один из самых значимых и любимых праздников у прихожан. Подвести итоги работы по восстановлению порученных храмов в Московской области, вспомнить о наиболее значимых церковных событиях уходящего года, наметить основные задачи на ближайшее время. Вот лишь некоторые темы, которые были затронуты на годовом собрании духовенства и мирян Московской епархии. В этот раз мероприятие прошло в нашем городе Видное. Более трех тысяч человек стали участниками ежегодного собрания духовенства Московской епархии. Во дворце спорта Видное, в стенах которого в этом году состоялось одно из главных церковных мероприятий, не было ни одного свободного места. Выбор на Ленинский район, как на место проведения собрания, пал не случайно. В 2017 году на территории нашего района прошло достаточно масштабное мероприятие, которое проводила Московская епархия «Духовные родники Подмосковья». И посвящено оно было новомученикам российским. А вы знаете, что история Ленинского района, как его сегодняшней части, так и часть, которая отошла к городу Москвы, связана с мучениками именно 20 века. 2017 год стал для Московской епархии очень активным. Были полностью восстановлены три полуразрушенных подмосковных храма в Зарайске, а также в Воскресенском и Дмитровском районах. Работа по реставрации святынь продолжится и в ближайшем будущем. Мы строим свои планы, исходя из каких-то минимальных возможностей, которые у фонда появляются. В настоящее время у нас разработано 10 проектов реставрации, которые прошли все должные согласований. Кроме того, в 2017 году Московская епархия принимала участие в многочисленных мероприятиях, посвященных столетию начала гонений на Русскую Православную Церковь. Их цель не только вспомнить, но и духовно осмыслить события тех времен. Знаменателен этот год еще и тем, что сейчас отмечается вековой юбилей с момента возрождения патриаршества. Присутствовавший на собрании губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил то важное значение, которое занимает Церковь в нашей жизни. Я считаю, что мы должны в этот день, на этом мероприятии быть вместе, для того, чтобы еще раз подчеркнуть, показать, что значит православие в нашей жизни, в нашем Подмосковье. Все такое партнерство, я считаю, очень важно и очень ценю. Абсолютное большинство мероприятий социальных у нас проходит с присутствием православной церкви. Для нас это очень значимо. Указом святейшего патриарха московского Евсея Руси Кирилла Андрей Воробьев был вознагражден памятной медалью «Вознаменование столетия восстановления патриаршества». Главной отличительной чертой собрания стало то, что впервые за многие годы его участниками стали миряне – прихожане храмов московской епархии. Сегодня мы собрались в расширенном составе. Такого состава на собрании я 40 лет не видел. Это первое такое собрание. И оно показывает духовный рост не только наших священников, но и благочестивых мирян. В рамках собрания все его участники также могли ознакомиться со сценами тематических выставок, подготовленных к этому знаменательному дню. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева, Видное ТВ. Православные христиане встретили светлый праздник Рождества Христова. В Рождественский сочельник верующие собирались в храмов Видновского благочиния на Божественную литургию. Наша съемочная группа посетила Георгиевский храм Города Видное. Внимание на экран. Более полутора месяцев Рождественского поста позади. Многие христиане его соблюдали и 6 января. Перед тем, как разговец и отметить самый светлый праздник всех православных – Рождество Христово, сотни людей посетили Божественную литургию, которая проходила в этот день во всех храмах Ленинского района. В Георгиевском храме Города Видное ее традиционно провел настоятель, протеерей Михаил Егоров. Благотворителей, благоукрасителей, жертвователей святого храма сего, да поминет Господь Бог во Царстве Своем. Рождественский сочельник – ночь, когда на небе появилась звезда, которая ознаменовала о появлении на свет Спасителя, Сына Божьего Иисуса Христа. Это событие стало поворотным в христианской религии и положило отчет новому времяисчислению. Может, поэтому Рождество для многих верующих – возможность очистить души и начать жить по-новому. Для меня это праздник святости, чистоты, очищения, избавления от каких-то слойных ситуаций, которые остаются в прошлом. Поэтому этот святой и чистый праздник я хотела бы всем пожелать доброты, света, очищения, святости и обновления в душе. На ночную службу приходили целыми семьями. Людей было настолько много, что места внутри храма всем не хватило. Верующие стояли на улице и были рады тому, что они могут послушать службу и разделить радость с остальными православными. Благодать Божия здесь. Душа звала. Какой-то необычной силой такой был подъем энергетический. Вот именно в это время, в ночное, что нужно встать, привезти сюда своих детей, порадоваться со всеми братьями и сестрами. Незнакомые люди поздравляли друг друга с Рождеством и говорили теплые слова пожелания. Каждому хотелось делиться своей радостью с другими. Я поздравляю всех с Рождеством, чтобы в мире был мир, настоящий мир. Служба продолжилась до поздней ночи, после чего верующие пошли по домам, чтобы наполнить свои жилища той светлой радостью, которой их души наполнились во время рождественской службы. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. 19 января православные верующие отмечают один из главных праздников – Крещение Господне или Богоявление. В этот день существует традиция – окунаться в воду. На территории Видномского благочения было оборудовано 11 мест для праздничных купаний. На одном из них побывал наш корреспондент. Крещение Господне – один из главных праздников у православных христиан. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Во всех храмах проходит праздничное богослужение, во время которых освящается вода. Люди разбирают воду, пьют ее в эти два дня, без поста, как это бывает в другие дни. Приносят домой, окорпляют жилище. И есть такая добрая русская традиция православная – окунаться в святой крещенской воде. Окунаются самые отважные в вырубленных прорубях на водоемах или в специально оборудованных для этого купелях. Такая купель была установлена на территории Преображенского храма в совхозе имени Ленина. Прихожанка храма Татьяна Ивашенко принимает участие в купаниях с 2000 года. Видела, как люди это делали, как получали они радость, благодать. И сама захотела это попробовать и испытала большое удовольствие. В избежание чрезвычайных происшествий на месте находились спасатели, медики и сотрудники полиции. На территории храма дежурит культура, центр спорта, то есть обеспечивает безопасность входа в купель для девушек и входа в купель для мужчин. Также идет у нас патруль по всей территории храма. Были здесь и те, кто окунался в святую воду впервые. Более того, Елена Макаренко в первый раз пришла на службу именно в этот храм. Это трудно описать все мои эмоции, впечатления. Я сейчас на таком позитиве, и мне хочется делиться своей энергией, радостью. Храм в совхозе имени Ленина строился в течение двух лет и был открыт в 2013 году. Богослужения здесь совершаются регулярно, двери открыты каждый день. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «С первых уст» у нас сегодня гость. Настоятель Иосифового храма поселка Развилка, священник Петр Зорин. Здравствуйте, отец Петр. Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Отец Петр, сейчас идет время Великого Поста. Могли бы Вы более подробно рассказать о его значении, о его смысле, о истории Великого Поста? Первый пост был установлен уже в раю. Господь в книге «Бытия» говорит человеку, что он насадил великолепный сад, но есть одно дерево, с которого нельзя есть. И, по сути, это заповедь о посте. Это дерево было такое же по внешнему виду, как и все остальные, но именно с него есть нельзя было. И грехопадение человека заключается именно в несоблюдении поста. Дальше уже, к сожалению, Адам приложил к этому другое, но началось это с несоблюдения поста. В Евангелии мы читаем с вами о том, как Христос после крещения, которое он получил от Иоанна, уходит в иудейскую пустыню. И сорок дней он ничего не ел и не пил. И это тот пост, который Господь нам заповедовал, тот образ поста сорокодневного, который Господь нам заповедовал. Отец Петра, в чем цель Великого Поста? Цель Великого Поста заключена прежде всего в достойной, радостной встрече Пасхи, встрече ее не просто как праздника, но как литургии. Мы причащаемся на Пасху и соединяемся со Христом. Патюшка, часто приходят в храм люди и спрашивают о послаблении поста. Благословение на молочные продукты или послабление на какие-то другие продукты. Могли бы Вы более подробно рассказать об этом, о послаблении поста? Прежде всего, я хотел бы отметить, что такое пост. И позвольте, я прочту из Священного Писания, из книги пророка Исаии. Господь говорит в 58 главе, «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи уз ерма и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных людей видев дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Господь нам говорит о том, что пост – это прежде всего не еда. Пост – это прежде всего отложение злых помыслов. И в этом плане пост соблюдаем мы все. И если по какой-либо причине человек не может или не считает возможным для себя соблюдение поста именно в плане трапезы, то тогда он должен в чем-то другом усиливать пост. Например, некоторые из прихожан вместо соблюдения поста ядового читают больше Священное Писание. Скажем, в день прочитывают по две главы Евангелия. Это тоже очень хорошее соблюдение поста. Что касается послабления поста для некоторых категорий, то понятно, что достаточно тяжело пост переносить людям больным, тяжелобольным. Достаточно тяжело соблюдать пост военнослужащим, которые питаются единообразно. Срочную службу, да. Да, питаются единообразно. Они пост не соблюдают, да. Не праздные беременные женщины. Ну а все-таки те люди, кто приходят и просят такие благословения, может, мы как-то ответим таким образом. Я могу сказать, что, говорят, ну церковь установила эти правила, и как бы, ну, наверное, не канонично священнику лишать эти, ну, давать какие-то разрешения. Все-таки я рекомендую, чтобы человек приходил и каялся в этом. Я с вами согласен. Если человек считает, что по медицинским показателям или по еще каким-то параметрам он не может соблюдать пост, то в любом случае, даже если действительно есть к этому предпосылки, все равно нужно понимать, что это не есть правильно. Точно так же, как и воин, приходящий с войны, какое-то время, он не причащается. Не потому, что он грешен, а потому, что церковь ему говорит, убивать это в любом случае неправильно. Хорошо ли ты поступал, нехорошо, убийство – это все равно искажение Божьей правды. Нарушение поста – это искажение правды церковной. То есть приносить покаяние в этом? Да, приносить покаяние, но не считать это трагедией и не считать это препятствием для участия в богослужении. Отец Петр, могли бы Вы более подробно рассказать о особенностях богослужения на Великий Пост, о литургии прежде священных даров. Мы все с Вами знаем, что в будние дни литургии не совершаются, за исключением среды и пятницы. Расскажите нам об этом. Дело в том, что понятие поста – не понятие, относящееся только к еде. Я уже сказал, что мы постом усиливаем наше духовное напряжение, больше молимся, мы читаем больше священное писание, но и параллельно нужно отказываться. И отказываемся мы от того, к чему, может быть, сильно очень привязано наше сердце. Но понятно, что это что-то, может быть, греховным, но даже от самого чистого и хорошего мы отказываемся. Но что самое светлое, самое чистое есть для христианина – это причастие. Причастие. Причастие на божественной литургии. И дабы подчеркнуть силу поста, мы отказываемся от служения литургии в будние дни Великого Поста. Но, тем не менее, все равно мы причащаемся на литургии прежде священных даров, и все равно, если на пост выпадает престольный праздник, мы совершаем литургию, но, тем не менее, самое дорогое для христианина и Великим Постом, и вообще в жизни – это причастие. Именно поэтому цель поста и вся острие поста направлена на причастие. Если человек гастрономически соблюдает Великий Пост, но при этом не исповедуется, не прищищается, это просто диета. Но к Великому Посту он не имеет никакого отношения. Спасибо, отец Петр. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня в рубрике нашей передачи «С первых уст» был у нас гость, настоятель Иосифа Володского храма поселка Развилка, священник Петр Зорин. До свидания, отец Петр. До свидания, отец Михаил. До свидания, уважаемые телезрители. В рубрике «История одного храма» мы расскажем вам о церкви святителя Дмитрия Ростовского, возведенной на территорию усадьбы Суханова в память об одном из героев войны 1812 года Дмитрия Волконского. Службы в ней не проходили со времен советской власти, но с 2010 года духовная жизнь вновь затеплилась в этом храме. на Сухановской земле появилась новая церковь, освященная во имя преподобна Сергия Радонежского. Небольшая часовня на берегу Сухановской Берегу Сухановского пруда появилось совсем недавно. Генеральный план нового жилого комплекса Суханова парк на территории Булатниковского сельского поселения включал в себя, среди прочего, и строительство духовного социального объекта. Это место, этого берега оказалось самым лучшим. Оно самое красивое, самое видовое. В хорошую погоду хорошо просматривается. И жители ближайших деревень, поселок, населенных пунктов с удовольствием приходят сюда. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, первоначальный проект часовни был изменен. К ней был достроен алтарь, где можно было совершать божественные литургии. Так часовня стала храмом. Когда оказалось, что все-таки наш застройщик построил храм-часовню, то есть здесь могут совершаться службы, литургия, мы были очень рады. Мы с нетерпением ждали, когда храм будет расписан, построен окончательно. Мы видели весь процесс его строительства. И были очень рады, когда наконец-то он был освящен. Первая литургия была отслужена в августе 2014 года. Это был год 700-летия Сергия Радонежского. Вследствие этого и было принято решение осветить новый храм во имя святого. Что и состоялось 8 октября, в день представления преподобного. Небольшая история храма нашего, но уже я покрестил около 60 детишек. За такой период этого храма очень много. В этом храме я крестил не только из России. У меня были и штат Массачусетс, из Италии я крестил, из Германии люди приезжали с детишками. Помещение храма небольшое, но это обстоятельство людей не смущает. Часовня стала своеобразным очагом духовной жизни. На богослужения жители приходят семьями. Мы пришли в церковь благодаря нашей самой младшей третьей девочке, потому что мы ее здесь крестили и после этого стали уже постоянными прихожанами. Это ближайший храм к нашему дому и очень удобно по воскресным службам приводить ребенка на причастие. Такая вот отдушина наша, поселка нашего. Есть куда прийти помолиться в своих каких-то заветных мечтах, попросить у Бога, поблагодарить Его за то, что имеешь. Часовня в Суханове освящена во имя Сергия Радонежского, одного из самых известных и почитаемых русских святых. В нашей стране и за рубежом ему посвящено более 700 храмов. Перед его иконами люди молятся и просят о даровании сил в решении сложных жизненных ситуаций, выздоровлении близких, обобретении покоя в душе. Жизнь святого является собой подвиг служения Богу и Отечеству. Он основал Троицу Сергиеву Лавру, тоже очень самый, как сказать, популярный храм в России. И он помогал людям найти духовный путь в своей жизни. Церковь Сергия Радонежского приписана к уникальному храму святителя Дмитрия Ростовского, входящего в архитектурный ансамбль старинно русскую усадьбу Суханова. Этот храм был построен в память событий войны 1812 года. Фактически памятник победе над Наполеоном в 1812-1814 годах. И храм был освящен как раз в 1814 году, когда Александр I император был в Европе и был, в общем-то, провозглашен императором Европы. И князь Волконский, светлейший князь Волконский Петр Михайлович совместно со своей тетей Екатериной Алексеевной Волконской строит этот храм со склепом, с усыпальницей княжеской, где был захоронен герой войны 1812 года, генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Волконский, муж Екатерины Алексеевны. И с тех пор это здание мемориальное, оно использовалось именно вот как храм. В годы гонения на церковь в 20 веке храм Дмитрия Ростовского был разорен. Его помещения стали использовать под столовую. Тела из склепа-усыпальницы храма были вынесены, и судьба их неизвестна. По версиям старожилов, то ли перезахоронены, то ли выброшены во враг. Правда, сохранились надгробные плиты. Силами прихода были повешены иконы в склепе в память о тех людях, которые здесь были похоронены. Это иконы Дмитрия Ростовского, святого Дмитрия Донского, Дмитрия Солунского, святой Ольги и святой Екатерины. И, в общем-то, оборудовано было помещение для того, чтобы здесь совершать панихиды об усопших. Как уже говорилось выше, храм Дмитрия Ростовского входит в состав усадьбы Суханова, исторического памятника архитектуры федерального значения. Союз архитекторов, который является пользователем этого святого места, в частности, и вот этого храма на сегодняшний день, предполагал здесь сделать место веселительных предприятий. То есть вот внизу, где усыпались, там должен был быть бар по их замыслу, вот здесь, так сказать, соответственно, еще что-то. По указу президента Российской Федерации, Русская Православная Церковь имеет право пользоваться религиозными учреждениями. Храм Дмитрия Ростовского таковым и является. Мы пытались неоднократно выходить на руководство Союза архитекторов, Боков, по-моему, фамилия, не помню имя, отчество, вот, но там он один все не решает, там решают коллеги Союза архитекторов, и там категорически было нам отказано. Однако с разрешения одного из директоров Сухановской достопримечательности, священнослужителям удалось фраме оборудовать временный алтарь. С 10-го года мы совершили здесь первый молебен, а у нас не было ни, и вообще не было толком и иконов, не было, не было у нас и иконостаса, который мы сейчас сделали временный, вот, слава Богу, с помощью благодетелей сама литургия, божественная литургия, была совершена в юбилейный год, да, в 200-летие Отечественной войны с Наполеоном, потому что как раз связано князе Волковский, которые воевали в этой войне, вот, и была служена, возглавляемая нашим благочином, Протреем Михаилом. С тех пор каждое воскресенье в храме совершаются молебны, на которые приходят местные жители, гости усадьбы и люди из других городов Подмосковья. Я живу в городе Домодедово, хожу регулярно в этот храм, место очень уникальное, само по себе. Ну, Бог его хранил, этот храм, видите, он более-менее уцелил. Я надеюсь, что мы доживем до его полного восстановления, по крайней мере, в том виде, в котором он был раньше. Храм Дмитрия Ростовского день ото дня все больше разрушается. Зданию срочно требуется реставрация, которую без официальной передачи духовного наследия Русской Православной Церкви начать невозможно. Решение есть, передача здания в лоно РПЦ Российской Православной Церкви, но все-таки документов много надо всяких собирать и доказывать многие вещи. И это не бесплатно, это денег стоит, усилий много, поэтому процесс идет, документы оформляются. Мы верим, что скоро церковь Дмитрия Ростовского перейдет в лоно Русской Православной Церкви. Придут реставраторы, и историческая ценность вновь заплечет своей уникальной красотой, достойной этого памятного для русского народа храма. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Все вопросы и пожелания вы можете присылать к нам на электронную почту, адрес которой вы сейчас видите на экране. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами, и благословение Божие пребудет на всех вас. Песня. 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 Слава Богу! Слава Богу!